Приветствую вас, друзья мои! Сегодня я подготовила для вас прогноз Таро Райда Злезнаков Зодиака, который называется «Советы и предупреждения». Но перед этим я хочу напомнить вам о том, что неделю назад стартовала моя магическая программа. И если у вас есть желание на нее попасть, и вдруг вы поняли, что вы хотите успеть в этот отбывающий поезд, то у вас пока еще есть такая возможность. Ссылка в описании. Ну что ж, поехали! Овны. Овнам на этой неделе нужно будет собраться и применить все свои мужские качества к ситуациям, в которые вы попадете. Это рационализм, это мужество, это стойкость и, самое главное, храбрость. На этой неделе есть предупреждение, что могут быть проблемы с вашей родовой семьей. Если ваши родители живы, то уделите им особое время, потому что здесь есть указания на то, что могут быть болезни или, к сожалению, и уход из жизни. Поэтому, если есть возможность балансировать энергию, то побудьте с ними. Ну а если вы занимаетесь, опять же, магией, то это самое время, в общем-то, заняться, возможно, магическими практиками, связанными именно с родовой магией для того, чтобы что-то укрепить или что-то решить. Также надо помнить о том, что такие указания нам даются всегда, когда родовая система хочет нас проучить за что-то. Поэтому, если вы на этой неделе попадаете в определенные, ну скажем, казусные ситуации или непредвиденные ситуации, это привет от ваших предков. Конец недели принесет какую-то приятную новость. Надеюсь, вы обрадуетесь и какие-то неприятности, которые вы пережили на этой неделе, будут нивелированы. Тельцы. Тельцам на этой неделе будет хотеться спрятаться от глаз и побыть в одиночестве. Возможно, это действительно хорошая идея, потому что вам нужно как будто сконцентрироваться и собраться со своими мыслями. Словно бы огромное количество процессов вас занимает и, ну, совершенно нету никакой концентрации на необходимом вам количестве энергии. Женщина, которая будет вас окружать на этой неделе, она, ну, не скажу, что принесет неприятности, но и приятного мало. Как будто бы этот человек, который назойливо будет пытаться вас раздражать. Но эта женщина несет в себе урок. Она говорит вам о том, что не нужно ни на что отвлекаться, кроме себя самого. Поэтому во всех делах, и в работе, и в личных отношениях, никаких женщин, которые особенно отвлекают, быть просто не должно. Ну, и действительно, найдите для себя время. Близнецы. Близнецам необходимо будет отстаивать честь и достоинство. Вы должны будете защищаться, сообщать, оглашать какие-то вещи, которые люди должны про вас знать. Вам придется выстраивать личные границы и опять держать удар. К сожалению, придется, ну, скажем, отстоять свои границы там, где вы даже не предполагали. Дело в том, что эта неделя вы получите удар от самых близких людей. Это может быть, знаете, как вот из-под тяжка, как будто вас, вам обличают, как будто вам показывают то, что вы давно не хотели видеть. Но конец недели уже есть выход из этой ситуации. Она перевернется в вашу сторону, где вы выйдете однозначным победителем. Да, непростой урок вам дается на этой неделе, но помните о том, что вы способны его пройти. Раки. Ракам на этой неделе важно быть внимательными. За вами наблюдают, смотрят и как будто бы даже есть и проявляются враги. Дело в том, что кто-то есть, кому вы когда-то что-то задолжали. Это может быть моральный долг, эмоциональный долг, это может быть финансовый долг. И именно на этой неделе может появиться некий объект, человек, не обязательно тот, кому вы действительно должны, и как будто бы забирать то, что вы должны отдать. Поэтому могут быть незначительные потери в деньгах, во времени, в связях, в знакомствах. И это будет кармической, так сказать, расплатой. Конец недели вы будете приглашены на какое-то мероприятие, торжество, а может быть, вы соберете гостей дома. В общем, это какое-то веселье и кайфушка для вас. Львы. У львов на этой неделе появление новых планов. Новых планов – это вырастание вашей репутации, это поднятие вашего социального статуса. Это заход на какой-то другой уровень. Поэтому на этой неделе ни в коем случае нельзя не заниматься ничем. Если у вас действительно есть какие-то социальные планы, самое время начать делать в них шаги. Но вы должны ни в коем случае не подстраиваться под ситуацию, а идти туда и нести свое понимание того, что будет происходить. Потому что иначе вам дадут это на время, если вы подстроитесь. И потом вас вселенная, в общем-то, спихнет с пьедестала. А если вы зайдете со своими правилами, да, восхождение будет сложнее, но вы там останетесь на более долгой позиции. В общем, очень благостная неделя. А еще эта неделя вы можете начать что-то оформлять. Это может быть, не знаю, новая покупка, новая машина. То есть, какое-то оформление документов, которое будет тоже в вашу пользу. Девы. Девы на этой неделе будут очень энергичны. Вам будет хотеться делать. Появляются новые идеи и появятся новые знакомства. Самое интересное, что появится знакомство из прошлого, которое что-то вам просигнализирует и, в общем-то, о чем-то напомнит и покажет направление, куда вам нужно будет двигаться. Ваши мысли настолько будут быстро бежать, что ваша задача их ловить и тут же записывать, чтобы они не убежали. Потому что все идеи, которые будут приходить на этой неделе, они все будут реализованы и приносить вам ощутимый результат. Причем неважно, чего касается этой идеи. Вашего путешествия или, может быть, ваших отношений, работы. Неважно. Просто записывайте, применяйте и сделайте свою жизнь новой. Все систематизировано, но при всем при этом, ваша систематизация, она немножечко может дать сбой. И вас это порадует. Вы расслабитесь и получите удовольствие. Весы. Весы на этой неделе крайне довольны. Вы получите какие-то подарки от Вселенной. Вы будете довольны тем, что происходит. Вы будете чувствовать близость со всем миром. Вы будете хотеть давать любовь, но, к сожалению, в конце недели вы можете получить конфликтную ситуацию, где придется не просто отстаивать свои границы, а где придется, может быть, даже и нападать. Как будто бы кто-то посигнет на что-то очень важное и это придется защищать. Поэтому половина недели будет крайне позитивная в получении разных плюшек от этой Вселенной. А вот конец недели опасаемся конфликтов с мужчинами, которые, к сожалению, надвигаются. Еще есть одно предупреждение о том, что есть женщина, которая вам завидует и, возможно, на этой неделе она как-то себя проявит. Скорпионы. Скорпионам на этой неделе придут шансы по зарабатыванию идеи, но вы столкнетесь на этой неделе с суетой и с ситуациями, когда все время вам нужно будет выбирать. Либо то выберу и получу результат, либо то выберу и тоже получу результат. Не получится делать все дела одновременно. То есть, на этой неделе самый большой ваш урок – это выбор, который вы сделаете. Поэтому не бойтесь ошибиться. Все равно не важно, что вы выберете, вы сделаете правильный выбор, потому что этот выбор стоит в благостном аспекте и приносит все равно хорошие результаты. А вот конец недели, это начиная с четверга, я не рекомендую совершенно никак проявлять свои предпринимательские способности и возможности. По одной простой причине – они будут неудачными. Поэтому лучше до середины недели быть в активе, выбирать, принимать решения, нести за них ответственность. А вот конец недели, пожалуйста, отойдите от дел и понаблюдайте, как вселенная начнет давать вам результаты. Стрельцы. У стрельцов на этой неделе полностью стабильность, штиль. Даже скучно. Для стрельцов, для вас, друзья мои, когда вы привыкли к буре эмоций, к каким-то постоянным движениям, будет просто тишина. Здесь середина недели говорит о том, что нужно заняться, ну, скажем, своими мирскими делами. Привести себя в порядок, может быть, дать себе красоты, купить себе новых вещей, наслаждений каких-то. А вот конец недели – это неделя помощи. Помогите тем людям, которые нуждаются в этом. Не жадничайте, отдайте, отдайте, да, эмоционально отдайте, финансово отдайте, дайте действительно помощь. Потому что те контакты, которые ждут вас впереди, они придут только в том объеме, да, большом, если вы действительно дадите кому-то помощь. Если нет, то и ждите тоже чуть-чуть. Козерог. Козероги, наконец-то, входят в свое осеннее рабочее состояние. Работа, работа, еще раз работа и получение удовольствия уже от обычных дел, от искусства маленьких шагов, к которым вы привыкли. Вы будете очень энергичны, заряжены. И еще на этой неделе отомрет что-то старое. Ваши установки, ваше представление о себе и, самое главное, отомрут ваши страхи. Они уйдут. Не держитесь за них, не держитесь за ваше прошлое. И если действительно вы почувствовали энергетический посыл двигаться дальше и взять эту энергию вперед, пусть умрет старое. Даже если вы очень сильно к этому эмоционально привязаны. Если хоть что-то мешает вам двигаться вперед, заставьте это умереть. Потому что на это место всегда придет новое и принесет вам результаты. Хотя это самое важное предупреждение. Потому что нам, козерожкам, я знаю по себе, очень сложно отказываться от того, к чему мы так сильно привыкли. Но эта неделя проявит именно это. Водолеи. У водолеев слишком много внутренних ограничений. Вы как будто сами себя поместили в какой-то такой лабиринт, из которого не можете выбраться. То есть вы ходите, ходите в своих мыслях, вас что-то беспокоит, вы о чем-то переживаете. Но ведь задача же посмотреть на ситуацию по-другому, и тут же найдется выход. Но вам как будто нравится ходить в этом лабиринте сомнений. Дело в том, что ваши дороги открыты. Вам идут хорошие новости, вам идут хорошие предложения. Вселенная и высшие силы помогают вам. Но вы сами как будто сидите как блохи в банке и варитесь в своих переживаниях и сомнениях. Это самый главный урок этой недели. Перестать переживать и сомневаться. Открыть крышку и вылететь. Открыть дверь и выйти из лабиринта. Единственная задача. Казалось бы, очень простая, но в то же время для вас крайне сложная. Рыбы. Рыбам на этой неделе следует заняться объектами недвижимости. Что-то починить, что-то купить. Заняться бытовыми какими-то вопросами, потому что они будут требовать вашего внимания. Если вы собрались покупать новое жилье или, может быть, земельный участок, коммерческую недвижимость, неважно, вступать в наследство, эта неделя лучшая для этого. Как будто бы прям надвигается очень большая финансовая энергия на вас. А это, как правило, объекты недвижимости. На этой неделе вы себя будете чувствовать победителями в какой-то ситуации. Возможно, это что-то, что тянулось давно, и вы никак не могли одержать эту победу. А возможно, что-то всеиминутное, спонтанное, где вы действительно одержите победу и будете себя чувствовать так. Это устойчивый социальный статус, и вы почувствуете, что вы наконец-то достигли определенного положения и состояния. И поблагодарите и себя, и духов рода за это. А вот конец недели, к сожалению, будет путаница в мыслях. Словно вы не будете находить к себе опору. И вот из-за того, что вы можете что-то не продумать, вы можете совершить ошибку. Поэтому конец недели я дам вам рекомендацию просто продумывать все до таких мелочей, чтобы ничего не заставило вас сомневаться в своем решении. На этой неделе у меня для вас все. И, конечно, под этим видео я жду ваших комментариев, потому что для меня это важно и ценно. Я люблю, когда вы мной делитесь в своих социальных сетях, потому что, возможно, кому-то из ваших подписчиков тоже нужно получить опору. Помните, срайдос стабильно. И еще раз напоминаю, что 16 октября стартовала моя магическая программа. И, возможно, сейчас, слыша то, что я сейчас говорю, открывается дверь в этот уходящий поезд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!